Всем здравствуйте. У меня одного Игорь Тавр. Мы сегодня с Александром. Расскажем немного о HyperLegend. Кто вообще слышал, а что такое проект HyperLegend? Хорошо. Кто-нибудь его вообще скачивал руками, смотрел в пункт, выпускал? Уже тоже хорошо. На самом деле мы не являемся экспертами. Хочу немножко поправить. HyperLegend — это не проект IBM. IBM является одним из участников. Это OpenSource проект, в котором достаточно много участников. Изначально HyperLegend это был Startup. Startup совершенно другой компанией. В IBM был продукт Open Blockchain. И когда в OpenSource выкладывался проект HyperLegend, объединение Open Blockchain и Startup от HyperLegend отдавало изначально первый ход, который назвали фабрик. Нам надо это учить позже. Но это мы. Мы работаем в научно-техническом центре IBM. В России, я считаю, двух поставить. Это архитекторы из Salesforce, которые занимаются продажей уже готовых решений. И есть научно-технический центр. Мы работаем с резидентами из Salesforce. Соответственно, работаем с некоторыми сортапами. И мы немного работаем на российский рынок, работаем с клиентами. Но в основном наша задача — это писать внутренние продукты IBM и в целом работать с международной командой. Что такое блокчейн? Каждый по-своему представляет. Наверное, самый простой способ ответить на этот вопрос — это просто представить какие у тебя задачи, да, и попытаться понять, подходит ли вообще блокчейн под твоей нуждой. Наверное, главное, что стоит понимать, что единственное объединяет — это распределенная база данных с определенными правами доступа. Есть у нас смарт-контракты, нет смарт-контрактов, закрытая, открытая сеть — это уже все дополнения, которые могут отличаться от блокчейна в блокчейне. Немножко о Hyperledger. Соответственно, то, что я уже говорил. Есть Hyperledger. Hyperledger — это зонтичный проект, который в себе объединяет несколько проектов блокчейнов с различной реализацией. IBM вместе с большим консорцием участвует в разработке проекта Fabric. То есть я сегодня буду вместе с Александром говорить только о Fabric. Потому что есть очень интересный проект, который ведет по большей части Intel. Это сам спускайф, да, он написан на бетоне. И там очень интересные алгоритмы, который завязан именно на процессорное время Intel процессоров. Есть Aeroop, есть Cordon. Вы можете зайти на сайт Hyperledger и почитать отдельный проект. И сегодня я про них говорить не буду, потому что я просто не разбираюсь с ними. Почитал overview, но рассказать про них не смогу. Соответственно, интересно, что для того, чтобы стать участником проекта Hyperledger, нужно вступить в Linux Foundation. И оказалось так, что проект Hyperledger оказался самым быстро растущим проектом Linux Foundation, который когда-либо был. То есть интерес есть, проект развивается. Хочу сразу сказать, что версии 1.0 фабрика пока нет. Она должна быть только сейчас. Последняя версия, которую мы трогали руками, была версия 0.6. Как раз сейчас будет выходить первая версия. Соответственно, консорцию Hyperledger достаточно... То есть на самом деле это основные премиум-участники, которые вложили достаточно много денег, которые регулярно пишут код и участвуют в совете директоров о том, как будет развиваться в целом проект Hyperledger. Там, естественно, Intel, IBM, недавно включился American Express. Есть еще несколько десятков участников, которые в этом проекте стоят. И даже есть два российских участника. Это Московская биржа и Сбербанк. Они тоже вступили в консорциум для того, чтобы принимать участие в том, как формируется этот бизнес. Потому что сегмент пока еще не изученный. Я сегодня не буду говорить о том, какие у IBM есть пилотные проекты. Их несколько десятков по всему миру. С различными финансовыми учреждениями и финансами. У нас сегодня больше технических конференций. Все проекты, которые сейчас существуют и которые ведутся, немножко стороне все доставят. Если кому-то интересно, потом можно поговорить на эти темы. Немножко сделать такую объединяющую таблицу. Сюда добавил Bitcoin, Ripple, Ethereum, Heterogen. Когда вы выбираете, когда любая организация выбирает себе, какой blockchain Bitcoin, то она должна руководствоваться какими-то критериями. Понятно, что нужно достаточно много изучить и посмотреть все, потрогать. И вот эта таблица такая, совсем поверхностная. Соответственно, первоначально вам нужно определить, у вас открытый или закрытый blockchain. Чтобы понять, нужно понимать, какие есть преимущества у закрытого, какие преимущества есть у открытого. Если мы говорим о Heterogen Fabric, это закрытый blockchain. Это блокчейн для организации. Соответственно, здесь все участники знают друг друга. И для того, чтобы добавить новых участников, существует определенный механизм конфигурирования. Просто так и длиннее участники добавляться достаточно много. С одной стороны, это ограничение. С другой стороны, если ты делаешь систему для перевода различных банковских виртуальных валют, то тебе не надо никого из них просто так обладать. Соответственно, после того, с каким блокчейном вы работаете, вы определяетесь, какой механизм консенсуса вас устраивает. Кто знает, какой консенсус битвойне? Кто знает, какой консенсус битвойне? Отлично. Соответственно, битвойне у нас в Proof & Fork отличный механизм. Единственное, что он подходит только для открытой системы. Как вы видите, Proof & Fork отлично ложится на открытые системы, но для бизнеса он не подходит тем, что бизнес должен тратить машинное время, дополнительные ресурсы, когда мы можем сделать строго более оптимальным. Мы не так знаем всех участников. Соответственно, знаете историю византийских генералов? Я не буду рассказывать, но как раз изначально история византийских генералов состояла в том, что большинство участников или определенное количество участников должны проголосовать за общепринятые решения. И как раз в Ripple и в Hyperledger используются как раз механизм BFPEG. Расшифровывается битативом, по-моему, тоже. Но распределенная база данных есть у всех. Единственное, что в Hyperledger чуть попозже скажу, она немножко специфично сейчас распределена. То есть у ноды не совсем стоверно наценны. Но это чуть позже, это в версии 1.0 распределился. Кто знает, что такое смарт-контракт? Кто когда-нибудь писал этот смарт-контракт? А на каком языке? Я писал на Serpent, например. А под какой? Serpent это, как это сказать, obsolete, устаревший язык. Бутерин придумал Serpent, но потом сообщество решило, что это. Соответственно, кто-то поддерживает смарт-контракты, кто-то не поддерживает. Hyperledger написан на Go. Полностью написан на Go. Внутри изначально каждый раннер, каждый экзекьютор себя представляет Docker-контейнер с полностью обрезанным входом и выходом. Фабрика написана на Go. Да, фабрика написана на Go. И по большей части сейчас смарт-контракты пишется на Go. Соответственно, поддержка других языков будет. Знаю, что это будет JavaScript и Java. По поводу других языков не знаю. Но я думаю, что добавить дополнительный рантайм внутрь Docker-контейнера проблемой не является. Просто сейчас основные силы направлены немножко на другое. Сейчас основные силы направлены на оптимизацию. И наличие встроенной валюты. Понятно, что... Есть как раз ответ, кто написал. Blockchain — это New Fabric of Transaction Services. Как раз изначально Hyperledger не имеет никакой встроенной валюте, потому что она там не нужна. Это фабрика блокчейна. Вы можете на его основе, в принципе, сделать любое решение. Не только потому, что он позволяет это, а потому что он имеет модульную структуру. То есть для начала вы можете консенсус выкинуть и представить это свой консенсус. Вы можете membership-сервис, который отвечает за сертификат, за все прочее, выкинуть, представить свой консенсус. Соответственно, в чем плюс? Допустим, Hyperledger, естественно, на российском рынке пока не очень популярен. В том числе многие банковские организации имеют требования по гостовскому шифрованию. Вот для сделать это на Ethereum, я не знаю. У нас был один для проект на Ethereum. Как туда добавить гостовское шифрование у меня нет. А он же похож на алгоритм хеширный гостовский? Похож на шаттле. Похож на вопрос, как я могу принести и сказать, что у меня в открытой системе шифрование соответствует этому. Наверное, как-то можно. Я не знаю просто. Соответственно, в Hyperledger я не видел, что кто-то пытался это сделать, но возможность такая есть. Я сказал, что такое отрытый-отрытый. Небольшая табличка, агрегирующая BFT и Proof of Work. Она немножко спорная, но в принципе от нее можно, по крайней мере, начать строить дискуссию. Наверное, не очень хорошо видно. Левый столбец это Proof of Work, правый это BFT. Это Ripple, Hyperledger. Соответственно, управление пользователями. В Виткоине, в Этерионе, везде, в Proof of Work у нас идет децентрализованное анонимное. Если мы говорим о BFT, у нас централизованное, и все ноды знают друг друга. Я помню красный-зеленый. Наверное, в некоторых ситуациях можно отметить как оба зеленые, потому что для моих организаций важно знать, кто участники и какие ноды занимаются вычислением всего. Масштабируемость. Понятно, что Proof of Work достаточно хорошо масштабируется. Больше 100 тысяч нодов нормально работают. В этом проблемы как раз закрытых систем, особенно от Hyperledger. Масштабируемость до конца еще не изучена. Мы можем говорить пока о сотнях нодов. Больше мы их не можем. За счет того, что есть специфика. То, что консенсус происходит, все ноды запускают один и тот же код. И им нужно время для того, чтобы синхронизоваться. Естественно, влияет латенция между нодами. Является узкое место, это самая медленная нода. Ну и прочие всякие проблемы. Но по большей части все пилотные проекты, которые я сейчас видел, это десятки нодов. Это не суть. Потому что это внутри организации. Вопрос такой. В BFT все ноды обязательно должны знать, какая нода чья. Иначе труба, да? Я чуть похоже. То есть их много BFT. То есть я сегодня покажу, то есть был отдельный BFT, который был сейчас в версии 0.6, а в версии 1.0 абсолютно другой BFT. Просто это классическая же история, что я могу ассимулировать тысячу IP-адресов. Ну это закрытая система. Ты не можешь просто в Hyperledger добавить новую часть. Понятно. Новый IP-адрес. Да. Новую ноду. То есть у тебя заранее структурировано. И роли уже определяются на уровне сертификатов, конечно, но количество нодов задано. То есть до версии 1.0 их нельзя было даже на вещах добавлять. А сейчас, чтобы добавить новую ноду, что можно сказать? В общем, все что? Да, мы согласны. В любом случае есть права от администратора, которые отвечают за добавление нодов. А это ноды администрирующие или это права администратора? Мы должны разделять ролики, мы должны разделять ноды. Одна и та же нода может давать несколько... Если зависит от того, каким сертификатом ты и каким пользователем сюда подвещаешься, то, соответственно, выдаются разные. Соответственно, в версии 0.6 было один membership service. Была одна нода. Сейчас в версии 1.0 он будет распределен. Как он будет конкретно работать, пока не знаю. По-моему, больше сертификат будет работать распределен и вообще никакой информации нет. Для версии 1.0 по большей части код уже сформирован. Но достаточно долго мы сегодня смотрели Github. Открываешь там, ссылаешься в туду. Ну, как бы, не успели пока что-нибудь, не знаю. Это консульс проект. Это не какая-то определенная команда пишет. Поэтому на самом деле можно залезть в Github. Внутри замечательные для экстешных файлы из серии туду и там 132 пункта. И вот, вообще, весело прочитать. Вот они, надеюсь, так сказали. Регулярно сочетаются звонки. Есть флаговская группа Hyperledger. Ребята на департах много там, которые отвечают, которые помогают разбираться. Потому что, ну, мы иногда ищем внутри IPM-а. Какие-то контакты, которые нам могут помочь. Но зачастую мы просто идем в флаговскую группу и спрашиваем на общем канале даже быстрее. Потому что в большой компании пока ты найдешь, кто там что-то делал, можно сказать, что врачей ты не забил, а кто-то и допустил с этой группой. Можно? А там все проекты Hyperledger? Или там один проект Hyperledger, фабрика? В слайке. В слайке все. То есть получается Hyperledger это как проект или это как организация? Фабрика или Hyperledger? Фабрика это проект, это понятно. А Hyperledger, в котором много проекта? Hyperledger это зонтичный проект, внутри которого существует подпроект. То есть это один общий проект, который объединяет общую идею, построит блокчейн, какой-нибудь неважно в какой системе, который заменит транзакционную систему. То есть это получается много разных проектов, которые реализуют общую идею, да? Вот это общая идея, это Hyperledger. Соответственно, у того же самого Bitcoin, у Ethereum есть проблема, что ты заставил какой-то перевод, что-то еще. У меня есть плашность на то, что... Особенно сейчас. Да. Поднимут транзакцию. Ну бывает, да. Я здесь написал сейчас, но сами понимаете, по-разному бывает. Но в даконте сети это миллисекунды. Понятно, что то, что мы говорим миллисекунды, это не значит, что у нас супер пропущенная способность. Потому что у нас все равно нет такого масштабирования, как в открытых системах. Но в то же время в транзакции мы можем обрабатывать достаточно быстро и динамично. Потому что мы сами определяем логику, мы сами определяем... В принципе, для латенса зависит только от таймаута между нодами и от скорости выполнения смарт-контракта. Смарт-контракт может быть очень сложным, но все равно это не так много. Пиковая нагрузка. Соответственно, Bitcoin выдерживает порядка семи транзакций в сутболе у нас, это я знаю. Можно на этой системе больших сделать до 60 транзакций в секунду. Если мы говорим о Hyperledger, здесь я думаю, что мы можем прийти к десяткам тысяч. Сейчас, насколько я знаю, в проекте Hyperledger это сотни тысяч. Это я говорю о версии 0.6. В версии 1.0 абсолютно поменялся консенсус. Именно поэтому там по-другому все работает. Там появились ноли. Смарт-контракт двухуровневой системы? Там есть так называемые эндорсеры. Там будет все. Там есть эндорсеры, которые обладают только частью смарт-контракта. Они запускают свою логику, она запускается не на всех новых, а только на части. А потом есть определенный центр компетенции, ноток, который отвечает за сабит, за депресс-кверификацию. Это отдельно сейчас там будет. Фабрика. На этом слайде я не буду останавливаться. У нас есть несколько участников. У нас есть возможность добавить регулятора со специальными ключами, который будет иметь доступ ко всем данным. Такое возможно в Hyperledger. Соответственно, и многим организациям это требуется. Потому что, допустим, есть банки, которые проводят транзакции между ними. И есть центральный банк, который сказал, что в любом случае, что бы вы ни делали, я должен иметь возможность все транзакции прочитать. Соответственно, есть возможность создать регуляторы. Прочитать или убрать не нужно? Нет, убрать не нужно. Это регулятор. Регулятор, скажем так, это специальный участник сети, у которого есть ключ читать все данные. Понятно, что он не может менять эти данные. Это уже не блокчейт. Соответственно, есть система, которая позволяет интегрировать текущую систему. Достаточно интересная система. Система нотификации. Можно, допустим, внутрь смарт-контракта создать триггер, который будет, допустим, какой-нибудь Rest in Pointer. Или можно повесить триггер, который на изменения в блокчейне будет какой-то другой Rest in Pointer. Достаточно удобно, потому что зачастую требуется интегрировать какие-то внешние системы, и не постоянно сидеть и мониторить, пересчитывать. Доверие к внешним системам, где она обеспечивается. Доверие к внешним системам. На каком уровне? Ну, допустим, мы иммунитировали развитие наносо собственность предметов и предметов, когда они используют. На уровне включения, конечно. На уровне включения ты можешь прописать, если вы услышали, прописываешь энд-поинт, по которому ты должен получить монификацию, и, соответственно, авторизация о уровне включения подходит для того, что происходит. Участники. Есть, соответственно, у нас, ну, чтобы просто говорить на одной волне, есть у нас Ledger, содержит состояние, соответственно, кроме того, что у нас есть сам блокчейн, набор блоков, в Hyperledger есть WorldState. WorldState на каждой машине свой. Он хранит текущее состояние системы. Это служит для того, чтобы постоянно не пересчитывать весь чейн. Соответственно, если он не совпадает с общим КП, ты идешь считать. Есть, соответственно, смарт-контракты, понятно. Есть consensus — это тот набор нодов, который отвечает за механизм консенсуса. Есть membership service, он отвечает за хранение сертификатов. Соответственно, версия 0.6 — это достаточно нагруженная система. Раньше был один нод, сейчас это набор нодов. Раньше, допустим, каждая транзакция подписывалась отдельным сертификатом. Соответственно, все эти сертификаты необходимо было хранить. И была проблема, потому что это было достаточно уязвимое место, и именно поэтому его просто перелили. Сейчас, а то есть получилось сделать нечто вроде SigVid? Убрали все подписи куда-то? Да. То есть там есть отдельные сертификаты транзакций, есть сертификаты пользователей. И все это как-то отдельно начали хранить? Да. Соответственно, ивенты — это то, что позволяет с внешнему системам на взаимодействие. Есть system management — это как раз катигурирование сети, сколько нодов, как, чего. Александр потом в двух словах расскажет, как можно развернуться, попробовать. Wallet отвечает за хранение пользователей. Там можно подключить авторизацию по логину и паролю, который будет общаться с мембершип-сервисом и подгружать всю необходимую информацию. Ну и систем интеграции — интеграция внешней системы. Как в двух словах вообще происходит взаимодействие? То есть, грубо говоря, есть разработчик, он создает приложение. Мы делаем приложение на Node.js. Для Node.js есть достаточно интересная SDK, которая очень сильно облегчает разработку смарт-контракта. Соответственно, разработчик создает смарт-контракт, загружает его внутрь блокчейн. Представляем, что у нас сидит уже развернут. Есть ноды, есть какие-то роли. После того, как мы загрузили смарт-контракт, он вкладывается в тот же самый блокчейн. Он там продается, как система информации. Соответственно, для того, чтобы загрузить блокчейн, это должен быть гид-реквозиторик. Мы указываем ссылку на гид-реквозиторик, все ноды завязают и скачивают, убеждают, что код один и тот же, и грузят себе в чейн. Он там внутри уже сам соберется и запустится. Там отдельный райдер есть, который внутри. Соответственно, у нас есть блокчейн, который хранит блоки по транзакциям. Можно, соответственно, выставлять с какой-то транзакцией или с какой-то периодичностью объединять все эти блоки. И вот как раз World State — это локальная система. Раньше это было RopeDB. Сейчас это Plagable структура, но в целом перешли на PushDB. Хотят еще отдельную систему подкроить, но пока еще пишется все. И, соответственно, приложение может по SDK напрямую дергать REST смарт-контрактов, и смарт-контракт уже имеет доступ к Ledger. Соответственно, он может читать информацию, удалять, в любом случае, если он делает уд или дилит, эта информация, кажется, тоже блачет. Ничего от того, что уже было, оно никогда не меняется. Раньше в версии 0.6 замена смарт-контракта означало изменение области видимости. И ты терял историю вообще. Это версия 0.6. Да, версия 0.6 была. Ты ты тоже, что в смарт-контракт, и ты теряешь сигнал. Версия 0.0, я надеюсь, что по-фиксируют. То есть как-то все будут наследовать? Не знаю. В продакшен-системе ни одной на этой системе нет. Она впишется. Проект существует с декабря того года. Ну, грубо говоря, чуть больше года проект очень быстро выбирает обороты, но он пока еще не готов. Многие вещи пока еще обсуждаем. То есть мы с Сашей вчера сели переводить на русский язык некоторые термины, и поняли, что мы перевели все, но когда начинает слушать, мы просто полезли в четвертый раз документацию, вводя, что правильно мы понимали или неправильно. Потому что некоторые вещи существуют пока... Когда я в предыдущий раз два месяца назад рассказывал о версии 1.0, она была только на бумаге вообще. Ее не было. Очень интересно рассказывать о той вещи, которая пока не существует. Поэтому все-таки я чуть-чуть больше рассказывал о версии 0.6, чем 1.0. Соответственно, механизм консенсуса. Механизм консенсуса построен так, что ты можешь задать количество нодов, достаточно для того, чтобы все ноды стали консенсусом. То есть если у тебя количество нодов x, ты можешь прописать, что у тебя должны все ноды сказать одновременно, что... Ну нет, одновременно все ноды должны сказать, что они удовлетворены результатом, даже они посчитали то же самое. Либо ты можешь задать там x-1, x-2, x-2 и прочее. Соответственно, если у нас существует какая-либо нода, которая не тот хэш-код функции, да, результирующий, соответственно, она вначале помещается как недостоверная. Там внутри запускаются механизмы перечета world state и прочих вещей. Соответственно, есть версия 1.0, напоминание о том, что она будет вообще автоматически включена и добавлен новое. Раньше она просто клавалась в карантин. Если в интеграции консенсуса было прописано, что достаточно меньше количества нод, тогда все нормально было. А если для консенсуса было прописано, что все ноды должны продавать, тогда все становилось сообщение. Значит, за какой BFT здесь реализован? Классический, что 2 на 3 должно быть? 2 трети должно быть? Сдается. А, ну, поскольку все настраивно. По умолчанию сколько? По умолчанию сколько? По умолчанию. Как BFT работает? Соответственно, есть ноды, может не видно, M это не валидирующий нод, V это валидирующий нод, VL валидирующий лидер. Валидирующий лидер выбирается рандомом и постоянно меняется. Допустим, нам пришли несколько наборов транзакций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они пришли на разные узлы, совершенно непонятных участников, и мы, соответственно, их получили. И получилось так, что у нас разный порядок транзакций выстроился. Валидирующий лидер выбирается определенной целью. Он занимается тем, что выстраивает единый порядок транзакций. Соответственно, он выстроил единый порядок транзакций и определил, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Всем нодам он раздал указания, что транзакции выстроились в таком порядке. После этого, соответственно, происходит запуск этих транзакций в зависимости от того, КОНЕЦ КОНЕЦ